Крылья Советов вновь сыграли в ничью. В 11-м туре самарцы на своем поле принимали тульский арсенал. В первом тайме команды играли в атакующий футбол и имели хорошие шансы для взятия ворот. На 36-й минуте счет открыли хозяева поля. С 11-метровой отметки точно пробил Йоанн Мола, забив тем самым свой второй мяч в сезоне. Под занавес первого тайма Башкиров, пытаясь спасти самарцев от неминуемого гола, сыграл рукой. Удаление пенальти уже в ворота Крыльев. Полузащитник далеко Форбс также оказался точен. Имея на одного игрока больше, Арсенал у второй половины игру контролировал, хотя по настоящему опасных моментов ворот Георгия Лория не создал. Крылья в обороне также не отсиживались. В одной из атак Корнеленко был сбит в штрафной площади Арсенала, однако свисток арбитра промолчал. Итог встречи 1-1. Крылья Советов семью очками продолжают занимать 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда Франко Веркаутерена проведет на выезде 31 октября. Самарцы сыграют со своим соседом по таблице Оренбургом, а в четверг в Самару приедет столичный локомотив. Матч пройдет в рамках 1-8 финала Кубка России. В перерыве, в общем-то, мы требовали, чтобы ребята играли больше вперед, там накрывать соперника, не давать возможности спокойно разыгрывать. Но почему-то, не знаю по каким причинам, может быть это чисто психологический момент, все-таки привыкли играть больше от обороны, все-таки тянуло назад. А когда владели мячом, совсем робко шли туда, вперед. Прежде всего, мы недовольны результатом, поскольку нам нужно больше очков. Можно сказать, что мы потеряли два очка. Были моменты, когда мы могли забить. Больших шансов мы сопернику не давали, мы неплохо контролировали игру.